Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Новый виток в деле Харитона Горячкина, избившего до смерти трехлетнюю падчерицу. Вина в смерти ребенка, возможно, лежит и на инспекторе по делам несовершеннолетних. В комедии «Клап на дороге» пьяный водитель и его пассажир разыграли перед инспектором ГАИ целое шоу. Итальянские зарисовки в художественном музее. В Самаре открылась фотовыставка Олега Давыдова. Новый виток в громком деле Харитона Горячкина, который год назад избил до смерти свою трехлетнюю падчерицу. Вина в трагедии, возможно, лежит и на инспекторе по делам несовершеннолетних Ирине Маланчук. Именно она, по версии следствия, не забрала девочку из семьи, где ей угрожала опасность. В январе прошлого года врачи больницы Середавина сообщили в полицию, что к ним поступила трехлетняя девочка с кровавыми ранами и синяками на лице. В семью ребенка инспектор наведалась только спустя пять дней. По материалам дела, матери девочки дома не было. Тогда Маланчук сама составила протокол ее опроса и попросила сожителя женщины Харитона Горячкина расписаться в нем. После этого, не проведя осмотр социальных условий, в которых проживал ребенок, не забрав его из семьи, где ему угрожала опасность, она вынесла незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. А через несколько дней девочка умерла от полученных телесных повреждений в больнице. В убийстве девочки суд признал виновным Харитона Горячкина. Мужчину приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Инспектора Ирину Маланчук уволили из полиции в декабре прошлого года. Сейчас ее обвиняют в халатности и служебном подлоге. Мелкое ДТП на перекрестке Авроры и Гагарина обернулось комедией. Пьяный водитель пытался выхватить жезл у инспектора ГАИ, а его нетрезвый пассажир старательно отвлекал полицейского от проделок брата. Подробности в сюжете. В тот вечер нетрезвый пассажир легковушки, попавший в ДТП, пустил в ход все свое обаяние. Мужчину сняли на видео у корреспондента портала «Волга-Ньюз». Чтобы отвести удар от своего брата Сергея, который в момент аварии сидел за рулем, Артем пытается обнять инспектора ГИБДД и отобрать у него жезл. Убедившись, что полицейский находится не в столь же игривом настроении, решает взять на себя ответственную миссию защитника порядка. Мужчина то и дело выбегает на проезжую часть и рвется останавливать нарушителей. Когда понимает, что его стремлений никто не оценил, обижается и обвиняет полицейских в коррупции. Давайте я вам посмотрю, вот смотрите, у него трубочка находится, вот смотрите, у него трубочка находится вон там. И когда он сует ее в это, как вам сказать, вам сказать, вот, открывает окно, он сует ее туда и говорит, суйте, и туда суют деньги. Хронику событий полицейские восстанавливают легко. Водитель Рено, подъезжая к перекрестку улиц Авроры и Гагарина, задел стоящий на светофоре автомобиль Кия. По словам братьев, один из которых стал виновником аварии, они дальнобойщики. Возвращались домой, мол, Сергей водитель опытный и спровоцировать ДТП никак не мог. Говорят, Кия стояла на светофоре, въехала в них сама. Но, как выяснилось, братья дальнобойщики давние знакомы инспекторов. Три года назад они уже лишали одного из них водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования. Ну, сейчас было лишено их правоуправления. Сейчас, не знаю, сейчас согласится у нас, наверное, или отказ от его права. Лишение прав дальнобойщика Сергея не остановило. Даже после этого он дважды попадался полицейским на дороге. Уголовная ответственность и обязательные работы, которые ему тогда назначили, не помогли. И мужчина вновь сел за руль пьяным. Медицинское освидетельство согласно проходить или отказывать? Пока полицейские оформляли документы, неутомимый пассажир Рено не унимался. Предлагал корреспондентам тайком отогнать машину во двор. Но, нарвавшись на отказ, пригласил на танец. В результате домой горе братьям пришлось отправляться без автомобиля. Почему в очередной раз сел за руль пьяным, водитель французской иномарки теперь будет объяснять в суде. Лариса Шлафа, Сталина Чемерис, События. С выше 8 тысяч тонн снега в сутки вывозят дорожные службы с самарских улиц. Работу им усложняют обильные осадки. На уборку снега рабочие и спецтехника выходят каждый день. В первую очередь очищают дороги, по которым ездят автобусы и трамваи. Куда отправляется снег с городских улиц, узнала Алина Чемерис. Что им снег? Метр за метром с улицы Партизанская исчезают завалы. Дорожные службы капризов погоды не испугались. Бросили все силы на борьбу с последствиями стихии. Сначала снег убирают с тротуаров, формируют валы вдоль проезжей части. Затем спецмашина ловко сгребает увесистый сугроб в кузов КамАЗа. Чтобы не мешать движению, основные работы проводят ночью. Днем лишь очищают остановки и пешеходные переходы. В первую очередь внимание улицам, по которым ходит общественный транспорт. Улицы с совмещенными трамваниями, как в данном случае. То есть, допустим, Пахачевская, Киевская. В центральной части, допустим, Фрунзе, она заужена довольно-таки. Куйбышево, это, в принципе, центр нашего города, скажем так, туристического, который, в принципе, убирается в первую очередь, скажем так. На уборку самарских улиц дорожные службы выходят каждый день. В сутки вывозят десятки КамАЗов со снегом. Это свыше 8 тысяч тонн. Обороты планируют наращивать. В этот раз на очистке города трудится более десятка спецмашин. С городских улиц снег поступает на полигоны. Всего в Самаре их 5. Конкретно этот на улице Лунная может вместить 25 тысяч тонн снега. Он оборудован камерой видеонаблюдения, которая фиксирует номер КамАЗа и полностью ли он загружен. Здесь многометровые снежные сугробы будут дожидаться теплой погоды, чтобы растаять и через систему очистных сооружений отправиться в ливневую канализацию. Алина Чемерис, Артем Сулайман, События. В Самаре изменен список льготников, которые могут не платить за детский сад. По-прежнему этой привилегией могут пользоваться дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети, у которых оба родителя с группой инвалидности, а также дети-работников детсада, помощников-воспитателей, поваров, кухонных, работников-дворников. Изменения коснулись многодетных семей. Из списка льготников исключены семьи, которые не относятся к малообеспеченным. Также льготу не будут получать дети-педагогов. Данная категория была установлена администрацией городского округа Самары в 2011 году, когда средняя зарплата наших педагогов была, к сожалению, 8 940 рублей. Сейчас средняя зарплата наших педагогов, благодаря реализации указов президента, средняя зарплата 26 126 рублей. Данное решение администрация городского округа приняла с учетом непростой экономической ситуации в условиях сокращения доходной части бюджета и отсутствия дополнительных источников финансирования. Далее коротко о других событиях дня. Стало известно, когда официально откроют Кировский мост. Это может произойти до конца апреля 2017 года. Сейчас движение по нему осуществляется по временной схеме. Напомним, мост был построен в 2014 году, тогда же была организована и временная схема движения по нему. Однако сооружение до сих пор не введено в эксплуатацию. Постоянные срывы сроков связаны с необходимостью переноса коммуникаций в районе Черновского водохранилища, в том числе нефтепроводов. В Октябрьске спасатели эвакуировали мужчину с обморожением конечностей. Инцидент произошел около острова Большое Толовое. 56-летний мужчина неподвижно лежал на поверхности льда в течение 15 минут. Это заметил очевидец и сообщил спасателям. Мужчину привели в чувство, обернули изотермическим покрывалом и на носилках доставили на берег к врачам скорой помощи. В Самаре все чаще неправомерно заставляют людей менять электросчетчики. Массовым обходом квартир занимаются сотрудники ферм «Отдодневок». Они убеждают доверчивых граждан в необходимости установки нового прибора. Свои требования злоумышленники обосновывают возможной неисправностью устройства или с течением срока его службы. И, разумеется, услуга платная – от полутора тысяч рублей. В Самарском музее Модерна откроется выставка «Титаник. Сто лет истории», посетив которую зрители смогут окунуться в ту эпоху и стать свидетелем легендарных событий. В экспозиции будут представлены более 80 исторических фотографий. Среди них будут и сделанные во время подводных исследований. Выходные в Самаре будут морозные, обещают областные синоптики. Впрочем, холод будет вполне терпимым. В субботу днем минус 13-18, ночью от 18 до 23 градусов мороза. Небо почти ясное. В воскресенье слегка потеплее. Дневные температуры будут колебаться от 10 до 15 градусов. Пойдет небольшой снег, местами метели. Эпизоды легендарных итальянских фильмов сквозь призму фотокамеры. В Самарском художественном музее открылась персональная выставка фотографа Олега Давыдова. Проект «Приглашение в кино» автор снимал на севере Италии. На каждом снимке зрители без труда могут узнать фрагменты самых известных фильмов. Маленькое путешествие в Италию совершила и Алина Чемерес. Кадры известных итальянских фильмов, застывшие на фотоснимках. Автор словно нажал на паузу и кажется, будто на фотографии вот-вот сменится эпизод. Проект «Приглашение в кино» фотограф Олег Давыдов снимал на севере Италии, на родине своего любимого режиссера Бернандо Бертолуччи. Дольче Вита, Мама Рома. В каждом кадре прочитываются эпизоды легендарного кино. Автор старался не копировать фрагменты фильмов, а воссоздать их. Самых узнаваемых кадров избегал сознательно. Велика соблазна, скажем, сделать римские каникулы и купание в платье. Не было кадра, как в «Маленье» Монике Белуччи, когда она курит и ей мужики прикуривают, там несколько рук тянут. Знаете, они слишком очевидные, там не надо стараться. То есть заслуга этих кадров на выставке минимальная была. А на менее, может быть, ярких моментах мне нужен больше профессионализм именно как фотограф. Почти все фотографии здесь черно-белые, только одна цветная. Такова задумка. Как воссоздавался эпизод из фильма «Позолини», где героиня Анна Маньяни продает овощи на рынке, чтобы помочь сыну, запечатлели итальянские журналисты. Атмосферу тех мест, где проходили съемки, почувствовал и почетный консул Италии. Он просто понял, какая душа есть на вот эти места. Это место, которое называется Пианура-Падана. Это большая поляна, где есть река По. Это самый большой рек в Италии. И на вот это поляна есть просто вот эти места, которые ты не можешь перепитывать. На всех 30 снимках в главной роли давняя знакомая Олега Давыдова, Аля Алферова, девушка признается, было лестно примерить на себя образы великих актрис. Самый удачный, на мой взгляд, это образ там, где девушка стоит в ресторане. Она такая печальная. И в этом, наверное, есть немного меня, потому что в тот момент мы находились именно в этом месте. И хозяйка этого ресторана, она сделала такую маленькую ремарочку. Возьми сигарету, это я. Давно не было такого эстетического удовольствия и понимания того, что наша женщина настолько красивая, утонченная. Как вы знаете, в лице есть духовность и эстетика одномоментная. То есть не просто плоская красота, а здесь только грани, не знаю, мне кажется, потрясающие. Автор выставки Олег Давыдов планирует продолжение проекта, а горожане, не покидая Самары, могут побывать в Италии до 12 февраля. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События. А вот о чем мы расскажем в следующих выпусках. Дезинформация или реальная угроза? Как относиться к сообщениям о группах смерти для подростков, заполонивших в соцсети? События, которого ждали не одну неделю основательницы финансовой пирамиды Юлии Жильцовой, сегодня вынесут приговор. Зима развлечением не помеха, чем можно заняться в выходные в Ширяево. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже почти 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго, увидимся!